Дорогие друзья, сегодня варенье. Кто-то говорит, что это халва, я говорю, что это между халвой и вареньем, но самая фишка в том, что это свекла. Свекла, она ведь сладкая, эту сладость можно еще усилить, проводить некоторыми компонентами, получается шикарная, ну, сласть. Вот многие говорят сладость на какие-то там сладкие штучки. Правильно говорит сласть. Я начну, естественно, со свеклы, вот она у меня. Она куплена, будете смеяться, в магазине. Сейчас я ее почищу и кое-что с ней сделаю, чтобы превратить ее в эту самую свекольную сласть. Так что я пошел к раковине, потому что я уже сколько лет чищу все в раковину, потому что у меня установлен измельчитель-борд, и у меня сейчас стоит уже такая более новая модель, которая очень компактная, мощная и тихая. Дело в том, что сам блок измельчитель находится вот здесь, под раковиной. И он может иметь определенную высоту, раздаваться вниз. Бывает, что ведро не поставить мусорное, а этот маленький, и туда любое ведро спокойно помещается. А всю органику я убираю в измельчитель. Мне это очень удобно, потому что и мусора меньше, и запаха на кухне никакого нет. В общем, смотрите, как это удобно. Значит, я сейчас свеклу вот так вот немножко уберу сверху, снизу лишнее, почищу ее, и все сразу идет в канализацию. Измельчитель-борд имеет трехступенчатое измельчение. Он превращает все отходы в такую вот кашицу мелкодисперсную, которая не засоряет трубы, а по трубам спокойно уходит. Еще и дополнительно эти трубы прочищает, потому что получается небольшая здесь такая, знаете ли, легкий такой абразивчик. Измельчителем пользоваться очень удобно, потому что практически бесконтактно я его включаю. Ну, смотрите, я убираю заглушку из раковины. Включаю воду. Измельчитель без воды нельзя, чтобы работал. Кнопочка у меня вот здесь на стене. Она бесконтактная, и она может быть, так сказать, трансформироваться по кухне. Включаю, и все уходит в измельчитель. И кнопочку выключил легким движением руки. Свекла почищена, и я с чистой совестью иду к рабочему столу. Сейчас для быстроты, смотрите, что я буду делать. У меня есть сковородка. Я в этой самой сковородке сейчас растоплю кусочек сливочного масла. Для того, чтобы на нем обжарить две вкусные штукенции. Это будут добавки к свекольной сласти. Это будет ни много ни мало кешью и изюм. Кешью я не мыл, изюм я мыл. Маслица, можно считать, растопилась. Я вот так вот кешью шмяк. Вот так вот. И смотрите, изюмский. Вот так. Кстати говоря, в этой сласти здесь есть определенное такое, знаете ли, индийское влияние. Здесь не будет никаких гадких специй, там ничего. Все нормально будет. Вот такое легкое обжаривание. А я тем временем делаю гадкую работу. Я буду натирать свеклу. Я миску ставлю на полотенце влажное, чтобы оно не скользило мне по столу. Вот терка. Значит, это будет не самая мелкая терка, а вот такая, которая дает такую мелкую стружечку. Ну, можно перчатку надеть, кто боится окрасить руку. Я не боюсь. В одну сторону. Ну, так эффективнее, чем на одном месте елозить, да. Все, процесс можно остановить. Остановить я сейчас пока переложу обжаренный изюм и кешью в такую супничку, мисочку служебную будет у меня мисочка. Вот так. Вот, парочку орешков я сейчас отсюда заберу. И пока я сковородку оставлю в покое. Вот. Я тем временем продолжаю свои мучения со свеклой. Оно, знаете, действительно, всякие виды варенья из сластей можно готовить из продуктов, которые, казалось бы, для этого не предназначены. Ну, там, понятное дело, мы делаем варенье из ягод, из фруктов, там, из всяких, да. А вот, например, кабачок. Из баклажана можно сделать варенье. Из тыквы можно сделать варенье. Сколько свеклы. Тут еще на борщ можно. Мою руку и работаем дальше. Сковородку возвращаю на нагрев. Даю нагрев сейчас не дико высокий. Опять маслица сливочного. Кусочек маслица. Сейчас оно вот растапливается. И я начну слегка прогревать в масле эту самую натертую свеклу. В сковородке. Вот так. Я сейчас возьму лопатку. Немножко прогрею ее с маслицем. Чуть-чуть, может быть, карамелизуется собственный сахар, который есть в свекле. Но я буду добавлять еще. Сейчас я некоторое время буду жарить. Могу даже поднять температуру. И даже можно добиться на этой сковородке такого легкого, едва заметного пригорания свеклы. Потому что она приобретает очень интересный аромат и вкус. Вот, например, когда я делаю свекольную икру с солеными огурцами, то я всегда добиваюсь того, чтобы свекла с томатной пастой чуть подгорела в сковородке. Это дает интересный вкус. Вот она сейчас подсыхает. Я пока не буду ее лишний раз подмешивать, чтобы чуть-чуть она припалилась там внизу. На готове у меня есть где-то стакан молока. Я чуть меньше возьму. Странная штука. Казалось, что тут молоко делать? А вот увидите. Вот мне этого достаточно. Смотрите, ребята, теперь молоко. Чуть-чуть меньше стакана я налил. И где-то, может быть, полстакана сахарку я на глаз его насыплю. И все. И пошел я все вот это вот, так сказать, уже упаривать. Это такое, знаете, будет слазить густая. Действительно, вот в этом смысле, действительно, есть где что-то от халвы. Вы понимаете как, да. Но либо это можно назвать такое густое варенье. Хотя, кстати говоря, есть же такое в кулинарии понятие сухое варенье. Вы можете об этом сами прочитать без меня. Ну вот, у меня уже здесь становится немножко суше. И вот когда стало суше, чутка, я могу добавить сюда. Я сказал, что никаких особых специй страшных не будет. Но кардамон, святое дело. Вот несколько, сколько, 6 штучек я положу. 6, да, вот зернышек кардамона. Я их кладу в свеклу и продолжаю выпаривать. Такую штуку, ну, я обычно подаю холодной. Да, я не успею сегодня ее остудить. Но я подаю холодной. Это может быть не самостоятельный десерт, а это может быть элементом. Например, такой слазтью свекольной. Можно подать мороженое, например. Какие-нибудь блинчики. Ну вот как обычно. То есть не так вот есть просто, а с чем-то. Будет очень хорошо. Кардамон должен остаться в этой слазте. Но когда ты его видишь, его надо в стороночку отставить. Когда ты уже есть холодную вот эту вот слазть. И вот уже теперь можно добавить изюм и кешью. Влаги практически нету здесь. Вот я по-честному добавил. И перемешал. Все, здесь уже слышен звук жарки, да? Это уже не звук тушения, испарения. А уже как бы жарится все это у меня. И в конце можно еще чуть-чуть не жадничать и добавить кусочек сливочного масла. Все, подаю. Влажность здесь очень низкая теперь. Ну вот такая, допустим, плошечка. Все, эту штукенцию чистой ложкой. Вот здесь пятна кешью видны. Изюм здесь не очень заметен. Свекла. И вот так это, когда остынет, получается шикарная слазь. С вами сегодня был дядя Лазерсон и измельчитель Борт. Кстати говоря, вы можете ознакомиться с моделями Борт. По ссылке она будет внизу. У Борт есть свой YouTube канал. Там, в отличие от меня, ведущая девушка. И она красивая. Поэтому хотите на красивую девушку посмотреть? Идите туда. Она рассказывает там очень простым и доступным языком про то, что такое измельчение пищевых отходов и что такое Борт. Так что, друзья мои, оставайтесь на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Зона с вами. До встречи.